Я читатель библиотеки номер 8 города Петрозаводска, Любиков Сергей Георгиевич, военный пенсионер. И хотел бы прочитать рассказ Виктора Пулькина «Вели». Сказывают еще, сын родился у молодых первопоселенцев Сороковой горы. Положили младенца в берестянную люльку, отец кованую застежку отстегнул, скинул с широких плеч медвежью шкуру, хочет завернуть мальчишку. Широкий пояс с лосиной кожи снял, перевязать поперек первенца, а сынок шибко ножками, ручками помахивал. Полежал накрепко связанный, тихо день и другой день. Потом потянулся, разорвал лососинный пояс, вышел из медвежьей шкуры, на ноги крепко встал, как лосенок, сынок Сахатова. Вскоре отцу с матерью помогать стал. Шила ему мать льняную рубашку, вышила узорами, цветами, травами, птицами и зверями. Узоры от хищников оберегали. С роду знал малыш, голоса птиц, говы, растения, напевы таинственных лесных духов. Отец пел сыну охотничьи песни, мать свои нежные, ласковые слова домашнего чага и хлебной нивы. Но сын молчал, подрастая, не было языка. Такой родился, а ой, что делать? Есть летом день, зацветает чудесный лесной цветок. Петров крест, мы его так зовем. Весь год на белый свет не показывается. Подземный житель пьет сок корней высоко шумящих кронами лип орешников. Спихивает в разгар лета алым цветением и вновь гаснет. Взял с собой сын-отец, пошел в лес, в глухое суземье. Так далеко, чтобы и охотничьим чутким ухом не услышать дальнее пение петухова. Ночью заклинаниями искал лесной цветок. Нашел и вывал корень. Сыну дал. Только поднес его к рту малыш и рос корень, языком стал. Заговорил, запел мальчишка. Удивился отец. Не родник ли поет ночи? Не онега ли плещет? Голову скинет? Не журавли? Не лебеди ли кличут? С голосами леса схожа речь сына. Как это зовут? Как то? Указывали отец и мать на быстрого лося в чащобе, на белую ромашку в поле, на вечернюю звезду в синем небе, серебряного лосося в стамине реки. Цветок ли камешек поддержит в теплой руке сын? Всему даст имя. Звонкие ковал слова. Отцу дал имя Барт. Цизмову носил отец длинную шелковистую бороду. Матери дал имя Айр. По-малому веселушку Вальку нашел ее Барт. Его спросили, как называть тебя? Он сказал, верь. Братьев учил, сестер. Научил говорить внуков, правнуков. Песни, сказки придумывал, чтобы дети взрослые помнили начало своего народа. Чтобы чисто говорили, ясно, звучно. Как в сказках говорят, так поют песни. Спасибо за внимание.